Крис, добро пожаловать в Россию. Чудесно выглядите. Как вам это удается? Спасибо, очень мило. Но никакого секрета у меня нет. Просто стараюсь поддерживать тебя в форме. Моей маме 87, но и она отлично выглядит. Наверное, это гены. В СМИ пишут, что согласно вашему райдеру, вы хотите, чтобы на гастролях по России вас сопровождало два крупных телохранителя и умная симпатичная переводчица. Жена в курсе ваших требований. Вот пресса. Такое богатое воображение у журналистов. Я искренне им и восхищаюсь. Я никогда не требовал себе телохранителей. В России такие добрые и отзывчивые люди, что никакие бодигарды не нужны. Разве что, когда я выступаю на стадионах при большом скоплении народа. Охрана доводит меня после концерта до автомобиля. А вот насчет симпатичной переводчицы – неплохое требование. Надо взять на заметку. Я люблю, когда меня окружают красивые люди. А почему семья на этот раз не поехала с вами? Они взяли себе тайм-аут и отдыхают от кочевой жизни. Моя супруга и дети уже были в России. Мы тогда искренне полюбовались архитектурой Москвы и посетили море достопримечательностей – Кремль, музеи. Супругой вы вместе уже почти 40 лет. Просто невероятно. Помните, как впервые познакомились? Мы познакомились, когда нам было по 17 лет. Я тогда давал концерт Шотландии и часто забегал перекусить в соседнее кафе. Сначала потому, что там был вкусный кофе, а потом только лишь за тем, чтобы полюбоваться на красавицу за соседним столиком, которая тоже заходила туда пообедать. Линда была как фея, очень красивая. Я любовался, но каждый раз боялся подойти. Я один раз осмелел и поинтересовался у ее подружки. Что это за белокурая красавица сегодня обедала с ней? Подружка оказалась сестрой Линды и с легкостью нас познакомила. С тех пор мы практически не расстаемся. А чем вас покорила Линда? Своей добротой. Вы бы видели эти добрые волшебные глаза. Когда мы с Линдой познакомились поближе, я понял, что не ошибся. Она чудесная женщина, добрая и понимающая. По-моему, ваша жена настоящая героиня, пятеро детей. Вы всегда мечтали о большой семье или так упорно добивались девочки? Ведь первые четыре ребенка у вас мальчики. Нет, мы не мечтали о большой семье. Так получилось. Мы рано поженились, были совсем молоды. У нас появилось двое сыновей. Кстати, дочка на тот момент у меня уже была, так как до Линды я встречался еще с одной девушкой. А вместе с Линдой мы воспитали двух прекрасных сыновей, но они выросли. А нам с Линдой в какой-то момент снова захотелось окунуться в молность, понянчиться с малышами, пройти этот чудесный путь воспитания детей, когда ты видишь, как они взрослеют у тебя на глазах. Тогда и появился Майкл в 1984 году. Но Майклу было бы скучно одному. И мы родили ему еще одного братика, Стивена. Когда же я узнал, что Линда ждет дочку, это стало настоящим сюрпризом. С Юзан – настоящее чудо. Мы думали, что вопрос детей для нас закрыт, но Бог дал нам дочку. И это прекрасно. В известной песне «Миднайт Леди» есть следующие строчки. «Я поднимаюсь высоко, в мою жизнь пришло волшебство, но я все еще мечтаю». Вы действительно поднялись высоко, известны во всем мире. Все ли ваши мечты осуществились? Многие, но не все. В семейном плане я полностью реализовался, но творческие амбиции постоянно влекут меня куда-то. Амбиции – это бездонный колодец, который никогда не переполнится, как бы ты ни старался. Я играл в группе «Смоки» и мечтал о сольной карьере. Начал сольную карьеру, мне захотелось новых свершений. И так постоянно. В 2003 году вы приняли участие в шоу «Камбэк» «Ди Гросс Шансы. Возвращение – большой шанс». Кстати, у нас в России тоже есть подобное шоу, ты суперстар. Да? Не знаю. Почему вы решили вернуться, если Крис Норман никогда и никуда не исчезал? Да, когда мне поступило предложение от немецкого ТВ, я и сам удивлялся, к чему бы это, какое возвращение. Я езжу по миру с гастролями, даю концерты, записываю новые альбомы. Но в 2003-м у меня вышла новая пластинка, ей нужна была реклама. И мой менеджер уговорил меня пойти на это телешоу. «Нам не хватает телеэфира. Если ты пойдешь туда, то сможешь каждую неделю пиарить свой диск», – сказал он мне. И я согласился. Сегодня вы уехали из Лондона и живете близ Англии на острове. Да, на острове Мэн. Устали от шоу-бизнеса? Я устал от больших городов и с радостью и облегчением переехал поближе к природе. В Лондон приятно приезжать по делам, но жить хочется подальше от него. У вас есть забавная композиция «Living next door to Alice». А кто живет с вами по соседству? Фред. Кто такой Фред? Тот, кто живет по соседству. И все же, многие знаменитости живут с вами рядом? Да, многие. И английские комедийные актеры, и поп-исполнители. Иногда мы даже выбираемся вместе на барбекю. Но, боюсь, их имена ничего не скажут российскому зрителю. Крис, весной хочется верить в чудеса. Если бы вы стали волшебником, что бы сделали первым делом? Какое желание исполнили бы? Для себя или для народа? И для себя, и для мира. Для себя мне хотелось бы, чтобы моя новая пластинка имела успех. А для человечества в целом хочется, чтобы мир перестал играть в политику, чтобы объединил свои силы и направил их на помощь и добрые дела. Спасибо вам. Чудесных гастролей и море приятных впечатлений. Спасибо. Спасибо.